Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, в общем-то, интересные моменты постараемся подметить такие, которые не сильно звучат Я бы, единственное, знаете, что отметил вначале? Вот по поводу Смуты очень много литературы написано Очень много, это и классические историки, это и Соловьев, и Карамзин, естественно И Валишевский, и Костомаров огромный у него том Смута Значит, это классические историки Российской империи Платонов писал целые тома о Смуте Это уже поздний имперский историк И много было написано и в советское время Но я бы хотел сразу вначале отметить такое По поводу Смуты, вот это вот, была создана определенная матрица Эта матрица была создана еще в 17 веке И идеологически пропагандистская матрица Да, 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 и она была создана никем иным, как Филаретом Отцом Филаретом Никитичем Алексеем Тишарашевым Он прямо, ей очень жестко занимался Это я потом с вами заметил, я вам потом скажу почему И в общем-то по этой матрице все историки как-то на нее ориентировались И я бы сказал так, в советское время тоже был накоплен богатейший материал Своя пропаганда была Да, но благодаря тому, что была своя пропаганда Когда они сильно не лезли вот в эти вот династические разборки Матрица эта не была изменена На самом деле вот сегодня только вот к удивлению Люди начинают задумываться Историки не то, что они прям очень серьезно взялись Целый ряд историков серьезных Они начали эту матрицу потихоньку отодвигать И вот мы сейчас попробуем вот это вот рассказать Ей не было смысла отодвигать Потому что Романовым надо было утвердиться на престоле И естественно, все, что хорошее происходило с Россией Происходило благодаря Романовым А все, что плохое происходило Происходило благодаря Рюриковичам, Борисам Вадановым Иностранным интервентам Шуйскому Да, и главное Шуйскому Сам видоват, главное в всем Шуйскому Поэтому тут ничего удивительного нет Историю пишут победители И когда приходит новый победитель Он переписывает всю вот эту колонну идеологическую под себя То есть так, как ему удобней и как ему выгодней Чтобы он выглядел, как правильнее сказать Чтобы все его права на власть были легитимны В свете исторических событий И вот этот тот Федор Никитич Он, будучи патриархом при своем сыне царе Михаиле Он очень так занимался И выписал историю Новый летописец был написан Причем даже не секрет то, что свозились монастырские летописи И даже переписывались и уничтожались Для того, чтобы создать новый летописный свод Я бы сказал, что эта эпоха Особенно и при Петре тоже она усердно делалась Тут не так далеко Это дедушка, получается, Петра Первого Отец Михаил Дед, Алексей Все родня, короче говоря Есть анекдот на эту тему Не совсем на эту тему, но об этом Приходит к директору цирка Мужчина и говорит, что он изобрел шикарнейший аттракцион Который всех подвергнет полный шок Он говорит, и что же вы будете предлагать Он говорит, ну берем большую, огромную бочку с навозом И ставим ее посередине манежа А потом поднимаем самого здорового большого слона Под купол цирка Директор в шоке говорит, и что дальше Ну дальше, говорит, веревку обрезаем И слон падает в бочку Директор уже просто совершенно в полном ауте говорит, и что Ну говорит, что, все в навозе А потом открывается занавес и выхожу я весь в белом Вот это вот весь в белом, это вот идея Романовых То есть все, что прекрасное А все остальные, потому что слон упал в бочку, все в навозе Поэтому вот эта идея, историческая она благополучно Сохранилась и до сегодняшнего дня Кстати, вот так же в свое время Советская власть использовала Вот когда Гитлер напал Нужно было найти какие-то исторические моменты Победы над немцами И нашли ледовое побоище И из ледового побоища, которое действительно было Которое победил Александр Невский, все Ну и из него сделали тоже клише Клише такое историческое Туда, там было всего 1600 человек А там так написали, что там десятки тысяч рыцарей Все они в озере утонули В общем, клише было сделано Оно нужно было чисто для Чтобы мы уже валяли немцам Рыцаря И сейчас наваляем Нет, ну это здесь то же самое Здесь Романовы под себя переписывали Вот был Борисовнов плохо, голодно Все там И вот пришел Лилия Романова И все стало хорошо А то, что все прекрасное сделал Годунов Он Годунов сделал там не меньше Петра Первого Это все забыли И не только забыли, а еще и себе присвоили Поэтому это естественное событие Даже не в этом немножко дело Ну это да А плюс к тому, что сам Филарет Федор Никитич Романов Очень сильно был ввязан в этой В этой истории Провокационной части этой символы Абсолютно верно Мы уже рассказывали о том Мы говорили, откуда ветер дует Откуда ветер дует И какие уже Дмитрий из какого-то двора приходили И как они его подсадили Ермогенов, переписчики Все это было понятно И чтобы, не дай бог, нигде не вылезла вот эта история Все заминалось таким образом Что назначались новые виновные И новые герои назначались В прошлый раз закончили тем, что Тушинский вор Тушинский вот этот, уже Дмитрий Второй Подошел к Москве Его отразили, войска Шуйского Но не смогли его окончательно уничтожить И поэтому он расположился возле Москвы Буквально В лагере в Тушинском Где сейчас вот самолеты запускают И храм там стоит красивый Вот И долго-долго там стоял И началась такая вот Самая мерзкая фаза смуты Многие годы Долго это годы Это не месяцы Это целые годы Простоял Ну, два года Ну, два года Мне кажется, даже больше чуть-чуть И в этот момент Это была самая жесткая фаза смуты В этот момент Вот как раз те Он не только там стоял Он там правительство свое организовал Из которого налоги собирал Там У него было войско Поляки различные Вот эти вот Которые приклеились к нему Интервенты Мотавшиеся по стране Воинские люди Которые только бы Пограбить Пожрать И обогатиться За счет войны То есть Войско собралось прилично И вот они стояли Напротив Москвы И В это время А войско надо кормить И началось Страшное ограбление Вот этих вот Ну, людей Простолюдинов Простых людей Грабили Областей Руси Областей Они прямо отрядами Шли на города Захватывали Грабили Уничтожали жителей И так далее Это было Жесткое время Почему оно получило Такое Вот Название Смута Темное время И так далее Вот И в это время Они На пути Вот этих вот Отрядов Соединяющих Вот Значит Северо-востоком Ну да Где как раз Строится Сергиева Лавра Как раз Стало Троица Сергиева Лавра Это была уже Такая мощная крепость В то время Всегда Все монастыри Строились Вот эти стены Не за монастырьские В основном деньги За государственные Они и выполняли Крепости Там была целая цепь Крепостей В то время Вот Начиная с Троицы Сергиевой Лавры В Ростове Была В то время Крепость Не очень сильная Это не то Что вот Как Иван Васильевич Меняет профессию Бегали по ней Стрельцы И отнюдь Не Смоленск Там не такой крепости Не было Конечно В те времена Почему Смоленск Уже построил Борис Я имею ввиду Что она не была Такая мощная Как Смоленск Единственное Что я хотел сказать Смоленск Построили Но он был Не ввиду В этой самой Смоленск Запад Да Потом Я уже рассказывал О Борисоглебской Церкви Крепости Очень мощная Она была построена Еще при Василии Первом Она сейчас Выглядит Так Очень мощно Значит В Ярославле Были хорошие Укрепления То есть Такая цепь Начиналась Эта цепь Строится Церкви Главная Она перекрывала Путь К этим городам Ну дороги На дорогах Стояли Если бы К ней Естественно Двинулись Войска Сапега Сразу скажу Роман Ружинский Значит Они Это самые Были мощные Такие Воеводы Польские Значит И они Эту крепость Решили Взять Несмотря На то Что это было Позднее Средневековье Дорог Как и сейчас Не было И обойти Ее Вот есть Дорога Идти в лесу Через Авраги И непонятные Буреломы Было просто Невозможно Поэтому Строили На дороге Крепость Они ее Обложили Вы В этой Строительной Церкви Учились Да Причем Я жил В стенах Прямо Комната В которой Я жил Была оборудована В стене Монастыря Где когда-то Были А стены Там мощнейшие Там сколько Метров Сейчас Это конечно То что сейчас Это уже Переустройство Лавры При Екатерине И более Позднейшие Времена А тогда При Преснопамятный Иоанн Васильевич Грозный В 1540 Много 20 лет До 60 Лавру Перестраивали Она конечно Была совершенно Не такая Как сейчас Огромная И она там Стены Сейчас Километры Тогда Всего 1250 50 метров Были Крепостные Стены И 12 Башен Всего Было В стенах А сейчас Добавилось Огромная Территория Где находятся Духовные Семинарии С выгоном Таким Через речки Через все эти Ручьи Добавилось И на юг И на север А вот Самая Центральная Часть Которая Сейчас Она по сути Дела И была Вот в те времена То есть В это время Когда была Окупация Когда была Окупация Смутное Время Темное Время И как раз Вот эти все Исторические События Колокольни Не было Никакой Еще тогда Была Простая Колокольня Не та Которую Потом Построила Екатерина Там Огроменную Она была Гораздо Меньше Она была Гораздо Проще Вот Но в то же Самое Время Там Исполняла Функции Набата И прочее Все остальное Кроме того На территории Монастыря Находился Источник Воды Который позволил Выжить Там Попавшим В эту осаду Ну а также Все таки Это строилось Как Общежитие Для монахов Следовательно Там была Больница Следовательно Там были Запасцы Продовольствия Хоть и не очень Такие уж Большие Огромные Но Самым главным Что сыграло Большую Огромную роль Это конечно Был Вот этот Воинственный Дух Который Позволил Сохранить Такую Верность России И не предать Русские Интересы Несмотря на Всякие Хитрые Жирные Посулы Поляков Лжедмитрия Разные Переговоры Переписки Позволило Сохранить Лавру Невзятой То есть Непобежденной Несмотря даже На то Что правило Непопулярный Царь Да А это вот Как раз Я хотел Сейчас С этого Начать Значит Царь был Не просто Непопулярный А появление Лжедмитрия Еще и Делало его В глазах Народа Этого царя Просто Самозванцем То есть Шуйский Получался Вообще Пятая 65-я вода На киселе И Он Противился Воле Божией Которая Сначала Свела Вогроб Бориса Годунова Потом Лжедмитрий Истинный Царевич Живой И здоровый А Шуйский Ему В Москве Противится Вот так И ходили Слухи Казаки Простые Люди Верили В то Что Лжедмитрий Есть сын Ивана Грозного Есть законный Царь Законный Царевич Законный Царь Которому И принадлежит Все А Шуйский Враг Народа И Понимая Что Главная Это идеология В данный момент Шуйскому Как нельзя Более Нужна Была Лояльность Церковная И Лжедмитрию Она была Крайне Важна Почему Потому что Это Придавало Легитимность Ну Шуйский Конечно Короновался Там Все как Положено Его Росударь Московский А Лжедмитрию Нужна Была Поддержка Монашества И епископата Для того Чтобы Подвинуть Шуйского И Притязания Свои На власть Легитимизировать И вот Он думал Что Братья Лаврой И Осаждающие Легко Сдадутся Ему Как Законному Государю С этой Идеей И был Направлен Сапега Вместе С Ну Точно Сказать Конечно Очень Сложно Но Вот Так Вот Я Реально Попереискал Разные Источники Конечно Пишут Там До 30 Тысяч Человек Такую Армию Никакая Сапега Не могла Не прокормить Не Прошу Прощения Это Не тот Сапега Который Лев Сапега Нет Это Ян Петр Это Его Племянник Это Вся Родня Мы Сейчас Посмеемся С вами Еще Над Этими Фамилиями Тут Они Такие Исторически Интересные Фамилии На Коннице Было То Есть Это В то Время Самые Важные Войска И Где-то Приблизительно Около 3 300 350 Пехоты Вот Это Все Что Было У Яна Петра Сапеги Не Больше Одно Осадное Орудие И 17 Полевых Пехотных Орудий Которые Только В полях Смотрят Ничего С Стеней Сделать Ничего Не Могут И Вдобавок Стены Были Каменные Уже И Огромной Толщины Так Что Это Одно Осадное Орудие Было Ни К Селу Ни Городу Ему Можно Было Возить Кругами Вокруг Этой Огромной Лавры И Бесполезно Это Было Кроме Того В то Время Лавра Еще По сути Дела Не Была Как Лавра Она Уже Как Лавра Осознается Там В 17 Веке Но Нельзя Забыть О том Что В это Время У Монастыря Было Почти 200 Тысяч Земли Это Не Считая Леса Это Только Пашня Огромные Рыбные Угоди Все Реки Рыба Было Столько Рыбы Было Что Некуда Ее Было Девать Когда Вылавливали Рыбу Это Можно Было Кормить Всех И 7 Тысяч Дворов Крепостных Крестьян В общем Лавра Имела С этого Всего В год Десятки Тысяч Рублей Прибыли По тем Временам Это Крупнее Богаче Любого Боярина Которые Были В те Времена На Руси Таких Денег Никто Не Мог Собрать Но Это Был Крупнейший Землевладелец И Можно Сказать Рабовладелец Потому Что Крепостные Крестьяне Ну И Вот 23 Сентября Поприказывал Жедмитрия 1608 Года Вот Этот Сам Ян Петр Сапега Эти Двойные Польские Имена Кстати Это Славянская Троица Помните Мы говорили Как Иван Грозный Имел Имя Смарант Изумруд Драгоценный Камень Да Тита И Смаран Ну Один День Потому Что Оба Святые В Один День Празднуется Так И Здесь Было Ян Петр Сапега И Еще Вдобавок К нему Был Присоединен Руководитель Казачества По фамилии Лисовский Тоже Очень Говорящая Фамилия Хитрый Как Лиса Обычно Фамилии Давались Не просто Так Была Рожа Красная Рожен Был Там Роженский Роженский Да Абсолютно Я почему И хотел Сказать Кстати Батюшка Тут Маленечко Лисовский Отряда Лисовского Они Как Действовали Они Больше Действовали Расскажу Кое-какие Действия Которые Собрали Лисовского Успокоили Еще лет Только Через 7-8 Абсолютно Через 8 лет Грабил Русси Абсолютно Мерсно Он Именно Получили Они Именно Сапегой Распоряжение Лжедмитрия Грабануть То есть Прийти И забрать Оттуда Там Были Роман Руженский Еще Да Их Там Много Было Конечно И Самое Главное В Лавре Было Много Очень Пожертвований То есть Были Всякие Серебряные Гробницы Всякие Ризы То есть Богатая Очень Казна Была И Нужны Были Эти Деньги Ну По сути Дело Ради Этого Конечно Пошли Грабить Ну И Второй Момент Это Идеология То есть Желание Доказать Свою Легитимность Власти И Вступить С этими Монахами В союз Чтобы Они Признали Но Ничего Не Получилось Дело В том Что Игумен Иосаф В то Время Бывший Архимандрит Вы должны Понять Что Игумен Это Наместник Монастыря Архимандрит Это Уже Его Титул Поэтому Он Игумен Монастыря Архимандрит Иосаф В то Время Руководил Было 2300 Стрельцов Присланных Туда Шуйским Загодя И Приблизительно Где-то Тысяча Крестьян И монахов Находилось На территории Монастыря Крестьяне Это Те Кто От грабежей Сбежались Туда Ну То есть Когда Пошли В эти Польские Войска Так Было Всегда В средневековье Все Прятались К барону В крепость Ну А здесь Значит Монастырские Стены Ну Понятно Было Что Он Имел Большое Стратегическое Значение Туда Были Воеводы Конечно Я перечислю Всех Моевод Которые Там Сейчас Были Значит Получилось Так Что Там Было Тысяча Крестьян И Палом Кстати Вот Как раз 23 Сентября Там Смотрите 28 Августа Успение Это Престольный Праздник 21 Рождество Престой Богородицы 27 Крестовозвижения То есть На эти Праздники И даже До сих пор Собирается Огромное Количество Паломников Которые Там Живут Работают И молятся Действия Оказались Запертыми Просто В монастырских Стенах Кстати В то же Время Там Находилось Много Рабочих Которые Занимались Ремонтом Стен И прочее И Также Находилась Царевна Ксения Годунова Которую Лжедмитрий Первый Насильно Приказал Постричь Монахини Как она Оказалась Там В мужском Монастыре Но она Там Оказалась Именно Не в женском Монастыре А именно В мужском Да Мы уже говорили С вами Что Лисовский Казачеством В основном Казаками Заведовал Перебежчиками А У Сапеги Было 6770 Конницы Польской Польско-Литовской Будем говорить Польско-Литовской Конницы Значит Ирослав Отказал Сапеги В переговорах Никаких переговоров Ничего Хотя они Настаивали Что законный Государь Требует Но Он приказал Готовиться К Асаде Значит Приготовиться К Асаде И получилось Так Что К этому Переводу Как бы К этому Событию К Асаде Иослав Подготовился Самым Должным Образом Во-первых Прибыл туда Григорий Долгорукий К прозвищу Роща Да И он Был Ну по сути дела Он всю Осаду И был Главнокомандующим Будем говорить Он руководил Да Хотя Григорий Борисович Долгоруков Да Долгоруков Да Также Вместе С ним Прибыл Ему Ему в помощь И тоже Все время В Асаде Ему был Помощником Это дворянин Это уже Как раз Помните Опричнина Дворяне За землю И вот Это из дворян Алексей Голохвастов И вспомните За двумя зайцами Как бы Это не тот Самый Предок Знаменитого Артиста В фильме Я служил С его потомком Ну вот Я просто Сейчас сразу Скажу Военные Историки Писали Военные Историки Писали Конечно О Босаде Это самое Еще Советские Военные Историки О Босаде Троицкой Северной И они Писали о том Что Вот этот Голохвастов Был Пьяница Скажите Страдал На эту Ну вот Я служил С его потомком Ну вот Голохвастов Как за двумя Зайцами Так Из Переславля Прибыл Борис Зубов Воевода И Юрий Афанасий Редриковы Вот Это Присал Переславль Все они Были с небольшими Ну Дружинами По 50 Там человек 60 человек Из Каширы Прибыл Сила Марин Из Александрова Из той самой Александровой Слободы В которой Любил Жевать Иван Грозный Вот Прибыл Иван Ходорев Из Владимира Иван Волховитин Из Тула Иван Йосипов Кстати У нас есть Профессор Йосипов Кстати Не родственник Йосипов Йосипова И из Юрьева Прибыли Значит Иван Внуков И с ним Прибыло 800 дворян Ну Стрельцов Будем говорить Которые В то время Уже стали Регулярной Армией И Николай Волжин Волжский С того же Юрия Со 110 Стрельцами И казаками Вот это Костяк Обороны 2300 Стрельцов Вооруженных Людей Воинов И 1000 Монахов Монахов Было Приблизительно Где-то 200-300 Человек Старцы Послушники Монахи И Вот это 700 человек Обслуживающего Персонала И паломников Оказавшихся В монастыре Надо отдать Должное Архимандриту Исафу Который Своими Духовными Речами Подвиг Вот этих Всех Людей Именно На жесткую Такую Оборону Стоять За веру И За правду Я думаю Что Скорее Всего Вот Именно Его Только Благодаря Его Умению Проповедовать И умению Духовной Такой Поддержки И назидания И Вообще Они смогли Осуществить Этабор Не только Ее начать Но и потом Как говорится Успешно Закончить Потому что Начать То начать А довести До конца Это еще Сколько Им пришлось Приложить На это Усилий Крови Сколько Приложить 2 года Поэтому Здесь Такова История Что Не просто Далась Обороне Оборона Не просто Далась Монахам И Стрельцам Как мы С вами Говорили Что Сапега Подошел С Лисовским К стенам Лавры Переговоров Никаких Не получилось И Начали Строить Осадный Лагерь Сапеги Построили Серьезный Лагерь Деревянный Такой С обозами С огородом То есть Ну как положено Не просто так Чтобы там Можно было Их легко взять То есть Они тоже Оборонялись Готовились К определенной Обороне И В ночь На 1 ноября 1608 года Состоялось Первое Нападение Первая попытка Штурма Обители Объединенными Польско-Литовскими Войсками Вдобавок С казаками Тушенцами Которых пришла Лжедмитрий И Ну всевозможнейшими Наемниками Которые с бродом Присоединились В надежде Пограбить Этот богатый Монастырь Но Шуйский Применил Очень хитрую Тактику Каждое Нападение Интервентов Заканчивалось Обязательной Вылазкой Из монастыря То есть Он имел Колоссальнейшее Преимущество В пушках Не Шуйский А Долгоруков Да Ой я извиняюсь Это я Это потом Скопин Шуйский Придет Когда придет Освобождать Уже потом Да А Долгоруков Очень имел Хорошую Такую Военную Подготовку И так как было 110 орудий Было На стенах Монастыря Было 110 Мощных Орудий И хороший Был запас Пороха Поэтому все Вот эти Вылазки Они оканчивались Тем Что их Их оттуда Как со стен Там Мы когда жили Эти бойницы Превратились В окна Туда Вставлены Были Окна И Может Было Через бойницы Выглядывать Как жители Сергиева В осадах Ходят И вот В этих Бойницах Стояли Пушки Их Огромное Количество Там Этих Бойниц В каждой Своя Пушка Стояла Представьте Себе Четыре Стороны Это Получается Где-то По 25 По 30 Пушек На Каждую Сторону Стояло И Вот Какая Бы Там Небыла Пусть Идет Допустим С этой Стороны Две Три Тысячи Человек На Осаду И Эти Тридцать Пушек Сумятится И все Бежали В общем Благодаря Пушкам Именно Благодаря Пушкам Это Позволило Всегда Делать Вылазку После Того Когда И Поэтому Этот Штурм Ничем Хорошим Он Не Кончился Потому Что Получилось Так Что Пушки Рассеяли Войска Сапеги А Эти Вышли Еще И Добили Всех Кто Остался На Поле Боя И Эти Частые Вылазки Стали Прямо Военной Тактикой Долгорухова То Получилось Что С 3 Октября 1608 Года По 31 Января 1609 Это У нас Получается Ноябрь Декабрь Январь За 3 Месяца Всего Была 31 Вылазка Причем Эти Вылазки Были Вполне Неуспешные Потому Что Например В ходе Одной Такой Вылазки Крестьянин Села Клементьево Обнаружил Подкоп Под башню Там И Они Вдвоем Еще один Мужик С ним Приняли Решение И взорвались Вместе В этом Подкопе То есть Не дав Его довести До стены Там уже Пороб Таскали И они Взорвались Там Такой Геройский Подвиг Совершил Ну А также В ходе Второй Вылазки Они Даже Умудрились Они Вышли Это Первый раз Когда Была Вылазка Взорвали Подкоп А в ходе Второй Вылазки Один Из Крестьян Ранил Лисовского Тот Все Любил Там Везде Норовил Первых Рядах Чтобы Его Горобанули А его Ударили Шашкой Так Что Чуть И Ногу Не Отрубили Народ Проявил Настоящий Героизм Лисовский Стал Поосторожней Но Он Был Очень Злобного И Злопамятного Характера Человек Очень Злобного Злопамятного Характера Человек Поэтому Русских Людей Очень Много Уничтожал Людей Русских И Вдобавок Это Было Совершенно Бессмысленно То Есть Вот Просто Как Говорится Я мстю Тебе И Мстя Моя Страшна Еще Один Крестьянин По Прозвищу Суета Не Слышали Так Слышал Слышал Взял Какой Огромный Бердыш И Русский Богатырь Просто Вот Этим Бердышом Промахивал Просики Просики Дело В том Что И монахи Это были Не из куста Упавшие А в основном Это были Бояре бывшие Военные Они хорошо Соображали Что такое Война Потому что По тем временам По сути Не было Ни одного Боярина Ни одного Мужчины Который Не соображал Они все На войнах Этих Все время Находились Беспрерывных Бесконечных Войнах Поэтому Их воспитывали Тренировали С детства Ну единственное Кто в войнах Не соображал Это простые Крестьяне Их нельзя Забрать крестьянина От земли А кормить тебя А кто твою лошадь Будет кормить Через несколько дней И все Начинался голод Поэтому Они были Еще того Десятка люди И могли Топориком Как раз в это время Вот они Эти бердыши Походили Раньше Вот рисуют Вот там Ван Васильевич Менять профессию Там Вот эти Все эти С бердышами Неправда У Грозного Не было такого Это было Это позже Да Это как раз Вот смутное время Вот эти бердыши Вошли в моду Оказалось Очень эффективным Оружием В общем-то При таком мощном Отражении Вот этих вот Наступлений В общем-то Кажется Что могли Сразу же Освободиться От осады Да ничего подобного Нет конечно К осаждающим Прибывали И прибывали Жаждущие Пограде Абсолютно верно Постоянно Прибывали Сотнями Да Поэтому может быть В определенные моменты И количество осаждающих Доходилось до 15 тысяч человек Но с 10 Вот здесь С 15 колебалось Потому что Многие погибали А также Еще Многие умирали От болезней Это Если где осада Все Это обязательно Какой-нибудь Боевой понос Дизентерия Кто что послабее То съел Не там попил А люди не соображали Что Нужно обязательно Кипятить воду Там Или еще Все Это гарантия Того Что Уже сегодня 10 Завтра 20 Послезавтра 30 И все больные И кто послабее Все поумирали Ну и в монастыре В монастыре Было очень плохо Да С января месяца Закончились Самые такие Вот важные Припасы В монастыре Да И когда закончилось Там всякое В те времена Еще не было Никаких особо Картошек Да Брюква Закончилась Клюквой И началась цинга Причем цинга Началась Жесточайшая В день умирало По 15 человек Да 10 дней 150 человек Долой В месяц 450 человек Умирало От цинги Но Они были тоже Нелыком шитые И Старались Всячески При разных Вылазках Что-нибудь Такое себе Да привезти В монастырь Чтобы с этим делом С ценгой Бороться Значит 28 февраля Шуйский Отправил Обоз Обоз С продуктами И там Находилось 20 пудов Пороха Порох К тому времени Они уже 110 орудий Конечно Требовали Огромного Количества Пороха Значит Поймал Сапега Гонцов Об этом деле Их Их Мучили И они Рассказали Что будет Обоз Но Ни Сапеге Ни Лисовскому Не хватило Ума Не хватило Времени Подальше Перехватить Этот обоз За 10 Километров От этого Места А они Почему-то Засаду Устроили Под самими Стенами Лавры А еще А те Ты тоже Не дураки Пришли Ночью И когда Услышали Оборонявшие Лавру Защитники Лавры Услышали Шум А там Было 70 Стрельцов И еще Там Сколько-то Рабочек На которых Напали Вот эти Сапегевские Засады Это было Настроено И поднялся Шум И настолько Молниеносно Долгорукий Вышел Из монастыря Что Мало Что они Весь этот Воз Отбили И все Монастырь Забрали И продукты И этот Порох Так еще И перебили До сотни Польско-литовских Интервентов Настолько Безумно Как Додуматься Понятно Что эти Услышат Что будет Стрельба Будет Не знаю Крики Будет Что Прямо Под стенами Лавры Они Перехватили Но Что получилось Значит Это Нас Только Все Завели В монастырь Прекрасно Там Какие-то Козы Коровы В общем Завели Все это Дело В монастырь И Лисовский У него Просто Поехала Крыша На этом По этому Поводу Утром Он Прямо Перед Вылез Там Был Насыпь Такая С которой Все Норовили Туда Стрелять Что там Пожары Были В лавре Вывел Туда Четырех Пленных И Вот этих Захваченных Гонцов Которых Жестоко Мучили Выведать Вот это Что будет Обоз И около Десяти человек Казнили Их Прямо Перед Этими Самыми Перед Чтобы устрашить Защитников Крепости Но Не тут То было Долгорукий Оказался Еще Больше Гневливым Человеком И они Умудрили А они За это время Уже 61 Поляка Усидел В монастыре И он Говорил Что мы их Кормить будем У нас Голов Мы их Кормим Воспользуемся Моментом Их Всех Выволокли На стены И тут же На стенах Всем головы Отрубили Ну порох Экономили А топор Он как говорится Нерасходный Материал Отрубили Всем головы Побросали Им В этом Вниз А в основном Это были Поляки И тушенцы Вот эти 61 попавшие Пленники Там даже Может их больше было Но Приводят Как говорится Как знаете Не считая Женщин и детей То есть Только Самых главных Всем остальных Головы Так поотрубали И что началось А эти Там же Тушенцев Было 3000 человек Которые Лжедмитрий Прислал Они говорят Этому Лисовскому Ты что делаешь Зачем Ты погубил Наших А там же Как Брат Кум Сват Двоюродный Брат Тесть И так далее Это же Было все Родня Было Кстати Они же Ходили Грабить Это люди Сговаривались Мужички Они друг Дружку все Знали Еще и родней Были А тут Твоего Брата Свата Кума На стене Да еще Голову В ней скинули Из-за чего Из-за того Лисовский Устроил Показательную Казнь И После этого Начались Жесткие Раздоры Вплоть до того Что даже Поднялся Заговор Лисовского Хотели Убить Сами Эти тушенцы Ну как Кромное Месть За брата За свата За кума И это самое Но однако Это не значит Что в монастыре Все было хорошо В монастыре Тоже были проблемы Не все Хотели голодать И были раздоры Между монахами И стрельцами Потому что Голод Не тетка Дай поесть А что поесть А последний кусок хлеба В общем Были раздоры Так же Между монахами И стрельцами Причем стрельцы Некоторые Себя нагло Очень вели А кто послабее У того Могли придавить И кусок хлеба Отодрать Вот чтобы этого Не было Иосаф Проявил Мудрость Он всех Собрал На Торжественные События К этому Долго Готовились Тоже Вот Троица Северного Собор Успенский Там Центральный Престол В честь Успения Богородицы А левый Престол Северный В честь Николая Чудотворца И вот На День Святителя Николая В мае Торжественно Всех собрали И осветили Этот Предел И он Так Взывал И говорил О том Что Николай Будет нам Помощником Что все После этого Говорят И стало Намного Легче То есть Идеологически Легче Это по сути Дело Не стало Но Идеологически Вот это Сам разум Просвещение Разума Сама идея Просветления Разума Дала людям Очень большие Силы 27 мая Как раз Чуть ли не На день Пограничника 28 мая Значит Сапега Начал Второй Штурм Причем Он Это Было Таким Образом Устроено Что После Всех Этих Молебнов И Водушевления Монахов Надо было Доказать Свою Правду Нашу Польскую И Начали Не просто так А начали С подготовки Всяких Перебежчиков Шпионов И Всяких Всяких Прохиндеев И Был Такой Товарищ Шпион По Кличке Мартьяш И Этот Мартьяш Сапегой Был Спец Штирлиц Такой Подготовлен Для того Чтобы Втереться В доверие К Долгорукому И Важный Момент Попортить Пушки Единственная Задача Была Попортить Пушки То есть Я не знаю Как это Делалось Наверное Как-то Разбивался Запал Ну что-то Можно было Сделать Какую-то Гадость Как-то Пушки Попортить И Он Был Туда Отправлен И Действительно Он Втерся В доверие Долгорукому Видно Через Тоже Кедородственники Еще что-нибудь И Он Достиг Успеха Но 8 Июля Другой Православный Литвин Перебежал В монастырь И Рассказал О том Что Ей шпион Ну и Конечно Мартияна Поймали Сразу же И Под пыткой Он Рассказал Все Что Мог И Все Что Не Мог Все Рассказал И Пытать Умели И Несмотря На То Что Значит В этот Момент От От Защитников Монастыря Оставалось Уже Где-то Только Треть Живых Третья Часть Осталась Защитников Несмотря На Это Осаду Отбили Потому Что Пушки Позволили Хорошенько Всыпать Всем Этим Товарищам Которые Не Устроили Что Он Не Успел Даже Их Начать Выводить Устроим Его Он Допустим Должен был Это Осада Была Допустим Запланирована На 9 Число А 8 Июля Был Перебежчик Литвин Который Его Раскрыл И тот Не Успел Портить Пушки Просто Не Успел Поэтому А Вылазка Еще Состоялась И Вылазка Не Просто Состоялась А В плен Взяли 30 Панов Литовских И Еще Взяли До 70 Человек Всяких Вот Этих Тушинских Воров Которые Пришли Туда Грабить Монастырь И Заставили Их Жерновами Играть Как Написано Ну то есть На мельнице Крутить Жернова Чтобы Муку Перемалывать Потому что Ну сами Оборонявшие У них и сил Не было Голод И прочее Короче Заставили Выполнять Тяжелую Физическую Работу Жерновами Играть Значит После этого Сапега Готовит Третий Что Назначен Он на 7 Августа 1609 Года Защитники В страшном Голоде И в полнейшем Изнеможении Вынесли На стены Весь Оставшийся Порох Всех Крестьян Вооружили И Сапега Решил Проявить Военную Мудрость Но Не было У него Военного Таланта Не было У Сапеги Военного Таланта Не тот Оказался Сапега Хоть и Родственник Но Харри Он не вышел В общем Он придумал Такую Фигню Начать Наступление Со всех Четырех Сторон Одновременно Ну Чтобы те Не смогли Обороняться На все Четыре Стороны Их мало Уже Осталось Чтобы не Могли Обороняться Да Да еще Прочую Фигню Он Придумал Это Все Ночью Устроить Неизвестно Зачем Да Еще И Третью Фигню Он Придумал Это Таинственные Знаки Которые Должны Были Предшествовать Наступлению То есть Было Объявлено Так Что Выстрел Первый Из пушки Если Монастырь Загорелся То Тогда Наступаем А если Не Загорелся То Ждем Второго Выстрела Бабах И тогда Загорелся Если Опять Не Загорелся Ждем Третьего Выстрела Бабах И Загорелся Ну Это Все Ночью Было И Эти Все Тушенцы И Эти Все Поляки Оказались Каждому Что Показалось В темноте В общем Одним Показалось Что После Первого Выстрела Загорелось Другим Не Показалось Что Загорелось Другим Показалось Что После Второго Не Грудчайшая сумятица. То есть, одни стали наступать, а другие-то еще ждут выстрела, у которого после него будет пожар. И эти, которые ждут выстрела, смотрят, блин, идет целая огроменная толпа. Они решили, что это вышел, дал руки из монастыря с вылазкой. И повернули назад, и началась резня. В общем, они умудрились перерезать. А те еще дальше назад в дыр пошли. И еще в темноте они резали друг дружку. И не могли понять. А эти сверху стен начали стрелять в эту толпу, которая вот там, в этой резне. В общем, погибло до 700 человек. Они сами себя перерезали. Долгоруков даже не выходил оттуда. Перерезали сами себя и устроили такую давку, что кого-то затоптали лошадьми, кого-то зарезали, убили в темноте. И, в общем, Ян Петр Сапега, гениальный полководец, ждал все четвертого выстрела и пожара. А оно никак не горело и не горело. Видно, не туда попадало. А как раз стреляли вот этим вот специальным, единственным вот этим осадным орудием, которое у них было. Потому что эти маленькие пушки, они по пехоте стреляют. А это стреляли, долго перезаряжать, и все оно никак не загоралось. И стреляли, стреляли. А видно, влажность была, или еще чего-нибудь туда попадали. Или монахи быстро тушили. Ну, в общем, штурм окончился. Остатки там этих военных, они не смогли им ничего сделать. Окончился резней и жестоким поражением. Значит, утром убирали сотни трупов, как написано в воспоминаниях. Утром поубирали сотни трупов. После этого Сапеха, разочаровавшись, видно, в своих военных талантах, решил, четко издал приказ заморить всех голодом. То есть, было все окружено везде, и старались всякими штуками голодающих довести до полного изнеможения и голодной смерти. Довели. Довели, практически, да. Потому что с голоду умирало очень много людей. Но здесь тоже примечательный факт есть интересный. Значит, уже практически не мог долгорукий делать вылазок, потому что оно осталось там всего ничего. И что стали делать? Взяли здоровенное стадо коров, которые выводили специально прогуливаться, чтобы голодающие смотрели на этих коров и стекали желудочным соком. В общем, день водили, два водили, три водили, все охраняли. Потом это надоело. И в какой-то определенный момент остались одни пастухи возле этого коровьего стада. Но они забыли, что это им надоело, сытым. А голодные со стен наблюдались очень большим вниманием. Да очень внимательно. Не отрывали совсем щедылки и щерки. И когда они заметили, что только чуть поменьше стало, те пошли спать, те поедешь, и есть. В общем, остались одни пастухи. Тут же организовалась ватага, которая манулась из монастырей. Было это прямо 28 августа, на Успение Пресвятой Богородицы. Чудо такое совершилось. И отбили это стадо, и загнали. Мастырь, да. Что им, в общем, ну, короче, это было для сопи, но просто, да, для обороняющихся, это был, конечно, колоссальнейший подарок. Значит, но это позволило продержаться практически еще там, это стадо еще месяц там. После этого съели всех голубей, которые бабушки там, знаете, прикармливают. И кошек съели. В общем, голод был, очень страшный голод был. Но тут пришло известие, что с севера двигается тот самый Скопин-Шуйский. И причем двигается с очень большим войском. О котором мы еще не говорили. Да, о котором мы не говорили. Но мы только упоминали его беседу с Василием Шуйским, когда Скопин пришел к нему и беседовал с ним. И оказалось, что вот этот Скопин-Шуйский гораздо умнее человек. И мы даже замечание такое сделали, что если, может быть, после него, после Василия был бы Скопин, то может еще не другое. Он так показал себя воеводой. Да, да, не только мы. Вот, кстати, Сапега только услышав о том, что приближается Скопин-Шуйский, настолько знали, что это своего рода современный Наполеон, то есть талантливый очень в военном плане человек, соображавший, что такое война в позднем средневековье. Вот, что он сразу, Сапега, вышел навстречу. То есть он понял, что если он будет здесь сидеть, еще эти отсюда выйдут, этот окружит, и все. Он вышел, причем Шуйский в легкую взял Переславль-Залезский и ту самую Александровскую Слободу, в которой Иван Грозный ждал решения вопроса по учреждению опричнины. Сапега вышел навстречу, но в очередной раз фортуна ему не подфартила. И на Коринском поле он потерпел жест отчащий разором, где потерял практически всю свою конницу, основную вот эту массу, которая составляла его армия, он ее практически потерял. Он вынужден был отступить в этот лагерь под Троицей Сергиевой лаврии, и был заблокирован там практически Шуйским, и не мог уже нападать на монастырь. Значит, 29 октября монастырь получил. За все время, за эти полтора года, первую помощь пришел Давыд Жеребцов, тоже с очень говорящей фамилией, кстати, 900 человек с собой привел Стрельцов. И Григорий Валуев, кстати, это не тот родственник, который его в страшной думе заседает, наверное, с такой же рожей точно, потому что привел с собой 500 человек вместе с обозами. И напугал. И напугал рожей, да, вылез на эту стену и похуруче Чингисхана, пострашнее Мамая. Вот. И, значит, после этого, конечно, уже Сапега не мог никакие выноски, ничего осуществлять. Людей накормили, стали лечить. Ну, то есть, изменилась совершенно ситуация. И 22 января Сапега снял осаду и ушел в Дмитров. Вот. Причем по дороге его еще подловил воевода Иван Куракин и трепанул его так, что те бежали там в этот Дмитров как только могли. В общем, короче говоря, к Лжедмитрию вернулось тысяча человек. Из вот всей вот той армии, из всех вот этих тушенцев, из всего, осталось тысяча человек. Всего, что вернулось к Лжедмитрию, возвратилось к нему. Значит, пришедшие увидели страшную картину. Люди были скелеты обтянутые кожей. Как пишут прямо в воспоминаниях современники, скелеты обтянутые кожей. Разруха, развал из стрельцов, из двух тысяч трехсот стрельцов, бывших на начало оборонной крепости, осталось двести человек. Из монахов и всех рабочих вместе взятых до семисот человек. То есть, из крестьян, монахов и рабочих осталось до семисот человек. Конечно же, это большая заслуга вот этого самого Ирхимандрита и Асафа. Ну, что же, получили в благодарность защитники крепости. Тут же прибыли посланцы от Василия Шуйского, которые вывезли из монастыря шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублев. Цифры такие интересные, денежные. Разграбив этот монастырь, который защищали два года от польско-литовских интервенцев. На прошение Иоасафа, его слезные просьбы оставить хотя бы немного денег для восстановления монастыря, Шуйский просто проигнорировал его письмо, прошение, никаким макаром на это не ответил, потому что сам находился в тяжелейшем положении и ему было плевать и на монахов, но поступили крайне. Не разграбили литовцы и поляки, так и разграбили свои собственные шуристи. Архимандрит очень обиделся, ну как, тяжело он это перенес, я не могу сказать, что он обиделся, он был смиренный монах, может он к этому отнесся, как воле Божией, но почему-то он попросился, написал, да, воле царской, значит, написал он, в общем, короче говоря, Борис Годунов, Лжедмитрий I и Шуйский вытащили с монастыря все, что можно было, все, какие запасы, все было, все разграбили во имя своей государевой власти. Значит, Архимандрит Иосаф попросился у патриарха Ермогена, написал ему письмо на покой. То есть, он, представляете, какой голод он перенес, видимо, он уже и по здоровью физически не мог эту должность нести. И он написал тут же письмо, это в 610 году, и 5 июля получил от Ермогена разрешение. И перешел он в тот монастырь, в котором был пострижен монахи, Пафнутиево-Боровский. Монастырь, в котором его там все знали, братья, он был там, в общем, его прежний монастырь, в котором он начинал свой монашеский путь. И тут ему не повезло, потому что 5 июля 1610 года, буквально там в нескольких днях, воевода, охранявший этот монастырь, оказался не долгоруким, а коротконогим, а может быть короткошеем, ну, в общем, без совести человек. И он предал монастырь, Пафнутиево-Боровский, на разгробу. Ну, открыл ворота просто. Воевода просто открыл ворота, и Пафнутиево-Боровский монастырь был разграблен литовцами. Причем, как раз совершалось богослужение, и литовские же люди, войдя в церковную обитель, на чаша сетсти игумена с братьями, и Иосау был убит. Прямо там вот, привязать и Пафнутиево-Боровского монастыря. Буквально, вот, через там несколько дней, после того, как он туда прибыл. Вот такая вот история российская, и темная, и светлая, и духовная, и бездуховная. Как всегда. Немножко я вмешаюсь в это самое и попрошу слово. То же самое Боровский монастырь, он прославился еще чем, когда его литовцы атаковали, там была тоже мощная оборона. Ее возглавил, сейчас я даже не дописывал, Михаил Константинович Волковский, по прозвищу Хромой Орел. Волконский, Волконский, извиняюсь. О, не, кстати, не из Болконска? Волконский, да, из них, конечно, по прозвищу Хромой Орел. Это же сегодня на гербе этого города какой-то орлиный знак. И он прямо сказал, что умру здесь и не отступлю, умру во имя веры и так далее. Ну, то есть, вот такие вот среди, вот я говорю, что смутное время это очень колоссально такое показательное время, среди предательств, среди всякой мерзости в то же время проявлялся наличность вся, какой человек. и героизм, и самоотверженность такая, да. Вот, спасибо за рассказ, вот еще можно упомянуть, что, конечно, не только самого Иосифа, там было много старцев, прямо таких, монахов, которые командовали стрельбой со стен. казначей Иосиф, чашник, нифонт, житник, семион, вот таких я выписывал. Это как раз, что такое житник? Это, который заведовал хлебохранилищем, где хранился, это где-то играли жерновами. Представьте, когда все голодные. А чашник, это, скорее всего, который заведовал напитками, то есть, чермарахи пили, квас там какой-нибудь и прочее все. В общем, экономские такие должности. Они именно прославились в том, что им было казначей. Нет, это я просто чтобы рассказать, что это за должности такие должности. Так что, много было. Еще не было тут архитриклина, главный повар. Я в районе и палец. Главный лапшист. Лапширес. Лапширес. Да. Вот. Как знаете, песенка есть, кто громче всего кричит на день ВДД? Писарь, хлебодар, хлеборез и что-то там еще. Ну, имя вот этого Авраама Палецина, те, кто будет интересоваться смутой, они обязательно это имя увидят и услышат, как такого спасителя России, который рассылал всякие воззвания, который останавливал там свои своими воззваниями войска и так далее. Ну, надо просто вот разумные историки к этому относятся разумно. Они говорят трезво мыслище. Ну, раз этому человеку позволили написать вот этот новый летописец, он написал туда все свои подфиксы. которые были и которые не были. Но человек, кстати, был действительно такой интересный. Его воспоминания Авраамия Палецина, конечно, имеют большую историческую ценность. Он много таких вещей написал, очень таких серьезных показателями. Ну, вот это вот все. Можно рассказывать, конечно, много, что там происходило. Мне вот показательно один момент. давайте проследим немножко за судьбой нашего Филарета Федора Никитича Романова. это так интересно. Ну, сейчас еще будет, мы им еще займемся. При выборах, при всех. Новый летописец, который он писал вместе с Авраамия Палецин говорит одно. А вот исторические исследования говорят некоторые такие вещи интересные. Ведь когда пришел Дж. Дмитрий Первый, он сразу же, сразу, первое его деяние, он сразу реабилитировал всех этих Романовых и притащил их в Москву. Вернув их за Пало-Годуновский. Ну, так как Федор Никитич был спострижен в монахи, он уже в мирские какие-то не имел прав. И поэтому его поставили митрополитом Ростовским. Сначала. Да, сначале. Вот Лжедмитрий дал ему митрополита Ростовского. А его сынку, будущему царю Михаилу, восьмилетнему, был присвоен боярский чин. Восьмилетнему сынку. Вот за какие-то заслуги? А за то, что папа не мог уже быть боярином. И если бы он на себя что-то взял такое из боярской награды боярской, которую ему это было бы незаконно. И потом народом было бы опротестовано. А поэтому раз у него есть законный наследник, то награду за предательство получил сын, который поучаствовали в создании этого Лжедмитрия очень-очень усердно. Вот Ростов Великий, он очень быстро пал. Потом мутная история, как он пал. Там какая-то бояриня сейчас княгиня Мария Лобанова организовала убила вождей наступления двоих пана Збородского и Ивана Шамина. Иван Шамин из Переяславы вышел. А я говорил, что Переяславы практически сдался Тушинцам и помогал в осаде Ростова. Представляете, какие творились вещи. И что-то среди защитников не прозвучало имя митрополита Филарета. Имя Марии Лобановой прозвучало. Да, Архимарита и Осаду прозвучало. Вот какая-то тоже мутная история, как Ростов в общем-то там не была такая каменная крепость, но все-таки хорошая деревянная крепость там была. Он мог защищаться, но практически его быстро подавили. А Филарет каким-то образом вдруг оказался в Тушинском лагере кем? Патриархом. То есть Тушинский вор номер два, Лже-Димитрий номер два, присваивает Филарету звание очередное воинское патриарха. То есть получается Гермоген в Москве у Василия Шуйского и у Тушинского вора значит свой патриарх Филарет будущий папа будущего царя Романова. Вот эти вот вещи они конечно Да вещь тут простая даже нечего даже сомневаться Лже-Дмитрий Первый это порождение интриги против Бориса Годунова который устроили обиженные опалы Романовы и они его впихнули и в писцы и в чтецы и в переводчики к Ермогену чтобы он везде был специалистом по всем вопросам причем когда он потом это позволило ему когда он уже потом стал по сути дела царем быть в курсе всех дел он знал как чего это все творилось Ну да А то что при этом земля потерпит такие страшные потрясения этих людей не волновало Вы знаете еще тут мы можем с вами замечание такое сделать что к этому времени еще Этих прекрасно литих Романовых не волновало К этому времени еще как бы не сформировалась полностью такая вот национальная идентичность то есть Переославцы могли бы воевать против Новгородца все решали свои вопросы а вот религиозная идентичность сформировалась уже очень православной когда было крепкое дело и поэтому этот фактор всегда использовался Ну да несколько слов я все-таки скажу о Скопенешуйском этот очень молодой воевода он образовался буквально вот ему было всего 19 лет да молодым вообще парнем совершенно при Лжедимитрии Первом начал свою карьеру он был послан за матерью за матерью Лжедимитрия Первым ну вот которым мы говорили когда признала его да 14-15 летним вот таким вот юношей он осуществлял эту миссию он служил Лжедимитрию Первому и в этом никто не видел в этом никакого такого и Пожарский тоже служил Лжедимитрия считали законным царем он исполнял такую миссию это было первое где он появился если Лжедимитрий не начал в Москве там фокусы выкидывать видимо то так бы и сидел видимо парень был очень видный он был высокий такой крепкий с телосложением очень показывал видимо такие таланты его конечно приметили родственник его родственник Василий Шуйский царь боярский конечно приметил этого своего родственника и дал ему поручение поручение состояло в чем поехать в северные земли и договориться со шведами о военной поддержке вот это тот самый делагар сейчас секундочку это была ну тоже миссия такая на которую ну провальная практически заранее провальная и и когда пришел ну он не сразу приступил он не мог сразу вот так вот с понтовойку взять потому что шведы уже чувствовали себя практически хозяем в северных землях когда вот это все московская земля уже обрушилась но он поехал договариваться и вот этот вот Делагарди как вы говорите Яков Делагарди Яков Понтуса ведь Делагарди я уточню потому что его отец Понтус Делагарди служил еще Иван Грозный да-да-да-да-да-да-даİ- Б то есть они Делагарди они знали русское войско ну это Наверная Наверная Армия Это teachers награжд či М многие не затрагивают а некоторые затрагивают и правильно идут вот этот интересный момент вот эти два молодых человека Делагарди Яков Долгарди там было 21 или 22 года, тоже молодой, но уже талантливый такой военачальник, опытный талантливый военачальник. И вот этот вот Скупин-Шуйский, который держал свое слово, в отличие от многих вот этих московских бояр, которые сегодня скажут, завтра уйдут, еще утащат то, что тебе принесли. Он был молодой, наивный, верил. Ну он был с таким запалом государственной энергии. А эти уже были старые, опытные. И его начали уважать в шведском лагере. И вот эти вот молодые люди, они друг другу прониклись действительно симпатией. Он авторитет себе тоже. Они, вот эти вот ребята, прониклись симпатией, и вот эти вот Долгарди и Скупин-Шуйский начали наступление. Абсолютно верно. Да. Причем он не смог сразу заплатить этот Михаил Скупин-Шуйский. И Долгарди, да. Ну да, ему пришлось там крутиться, что-то выворачивать, договариваться, обещать, но он свои обещания старался выполнять. И заевал авторитет. И вот это вот шведское наемное войско, там в составе двух, там, трех, четырех, там. Оказало огромное, что... Они пошли... Север весь освободил практически. Мало того, Михаил Скупин-Шуйский, вот этот молодой парень, молодой военачальник, он начал не просто наступать, он организовал обучение войск. А, да, 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 да. Он организовал обучение. Вот где он нахватался вот таких воинских навыков, я не скажу. В Швеции? Ну, может быть, да. Потому что... Ну, я скажу вот такую вещь. Дело в том, что вот эти времена, они были как раз времена воинских реформ. Это переход, вот, позднее Средневековье вооружается, в общем. Это военные реформы везде были, во всем военные реформы. В Европе... Можно я скажу, да, с Европы это пошло. Был такой голландский принц, Морец Нассаус, и он организовал военную реформу. Он организовал вот эти вот наступления, развертывание полков, вот этот вот бой, вот этот организм. Абсолютно верно. То есть, это была уже муштра, которая Средневековье не знала никакого. Это был порядок и дисциплина. И они начали побеждать, им никто не мог устоять. И вот эти вот... Конечно, когда каждый знает свое место, когда каждый знает, что он должен сделать, когда каждый знает воинский сигнал. Не как эти, которые вышли ночью и не знали, какая пушка, первая, вторая или третья выстрелит, как бы что показалось в ночи. А это когда муштра, все все знают, что делать. Да, это были войска нового строя, как они назывались. Да, так и есть. И вот, и видимо, вот на основании их Михаил Шкопеншуйский организовал обучение русских. Точно таким же макаром Англия, перевооружив флот, сделав особую новую парусную систему и особое построение новых фрегатов, захватило моря. Совершенно верно. А здесь перевооружение, но пехотинство, то есть на суше. Сухопутные войска, да, совершенно. Это совершенно переформировало вот все ведения всех войн. Особенно в 16 веке еще не так. Другие ресурсы, другие возможности. А 17 век это уже вот было уже колоссально видно. Вы помните, как Петр Первый организовывал свои уже, это уже полностью на основании вот этих военных реформ. Регулярная армия. А началось-то тогда. И Михаил Шкопеншуйский вот это увидел. И вот даже, это можно сказать, источники, первые русские попытки регулярной такой вот... Совершенно верно. Это был первый человек, который увидел новую армию, да. И вот это наступление вот этих вот шведских и русских войск, оно просто... Поляки ничего не могли противопоставить. А что они могли противопоставить со своей вот этой крылатой конницей? С ворами. С крылатой конницей даже, вот с их знаменитой. Свистящей. Свистящей, да. Даже если эта конница, она где-то и у них выбегала, она ничего не могла противопоставить им. Вот эти организованные войскам. Время Средневековья уходило, все, она должна была быть новой армией. Там еще были такие интересные моменты военные. Вот эти вот передвижные гуляй-поле. Гуляй-поле. Ну, отряды, горы-горы. Не-не-не-не. Это ставились башни. Да, ну, как городок такой. Обмазывались глиной, чтобы их не могли запалить, значит, деревянные башни. В несколько ярусов там устанавливалась легкая артиллерия. Да, телеги такие с дырками. А башни могли передвигаться по пулю. То есть их там... Это переходной городок. Гуляй-поле, да? Или то ли гуляй-город, то ли гуляй-поле. И так, и так называлось. И так, и так. Гуляй-город. И вот когда их в определенном месте ставили, они могли вот так вот передвигать. Такие средневековые танки. Да, да, да. Кстати, вот этот гуляй-город первый раз в России очень хорошо себя, как сказать, показал себя хорошо при битве, когда крымский хан пришел, Иван Грозный бежал в Новгород. При Молоде, что ли? Да, да, при Молоде. При Молоде. Да, когда хан обошел, уже пошел к Москве, вдруг раз у него в тылу развернули вот этот гуляй-город. И хан вынужден был вернуться, и это осаждение этого гуляй-города привело к поражению. Я не про то, что это было изобретено Михаилом. Нет, нет, конечно. Но он очень грамотно их сочетал вот с этим вот новым строем войск. То есть шведский новый строй, и вот эти вот гуляй-города, вот эти вот русские. И они дали такую вот... Разгром. Разгром. Просто поляки начали откатываться. Конечно, ну переставль Залезкий. И он начал брать город за городом. Очень крупное сражение произошло под Калязиным. Да, да, да. Кстати, про него тоже... Почему-то про него не упоминается. Не упоминается. А там было очень крупное сражение, где как раз показали вот эти все стратегические навиги. Достижения. Конница поляков там полегла полностью. Значит, и после этого уже наступление вот этого Скопина-Шуйского стало неотвратимым. Он просто брал город за городом, а поляки откатывались. Да, он к Москве и шел. И он так и, в принципе, они с Далагарди вошли в Москву. Кстати, именно он, Скопин-Шуйский, из Далагарди 22 января 1610 года и освободили Троица. Вот такой был луч света на фоне вот этих вот смутных смуты. Этот человек был, представляете, молодой человек. К нему сразу на него обратили взоры. Рязанские вот эти вот Липуновы прислали к нему посольство. А давай как мы тебя царем посадим. Да, тогда была идея такая. Чего слухами донесли? Когда он сидел в Алексе... Не, 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 не просто слухами. Он официально отказался и сам послал письмо и сказал, что вот такие вещи творятся. Ну, я отказался. А зря, а зря. Серещур честным быть тоже вредно. Потому что оказалось, это для России... Поэтому Прокопий Липунов видел правильно. Вот был бы Шуйский, было бы лучше. Прокопий Липунов видел правильно. Они увидели в нем настоящего царя молодого. Династия Рубиковичей бы сохранилась. Конечно. Не надо было бы никакой второй династии. И не было бы никакого переписания истории. Но он не стал своего дядю подсаживать. А зря. А зря. А дяди-то, испугавшись, что такой племянничек Винны, взяли его и на Перу после освобождения Москвы от тушенцев отравили. Отравили и все, чтобы не было человека. Чтобы не было человека. Представляете, какая мерзость произошла. Вот видите, дядя-то греха не испугался. Причем не сам Василий. Да, конечно. Его братец Дмитрий Шуйский, который думал, что вот сейчас бездетный братец Памре, есть примечательные воспоминания о беседе Скопина-Шуйского с Василием Шуйским. Насколько он испугался его. Там прямо пишется, что Василий был в страхе перед ним, потому что перед его растущим авторитетом. Ничего он добился. Ни себе, ни сам не удержал престол. Ну и получилось так, что поляки, услышав, что Михаила Скопина-Шуйского не стал организмом, а мы не сказали еще, что в это время не только Троица Сергия Валавра оборонялась, а после того, как со шведами начали договариваться, у Сигизмунда не было никаких ограничительных мер для того, чтобы не идти войной на Москву. Потому что он состоял в войне со шведами, и как только Шуйский начал договариваться со шведами через своего племянника, Сигизмунд двинул свои войска. И сначала хотели попросить у него Владислава на трон, царевича Владислава, но увидите, там Шуйский все равно бездетен. Значит, кого-то же надо, договариваются. И, естественно, всю эту партию возглавляет Филарет Романов. Конечно, опять же. Опять же он во главе, поклонится полякам. Сигизмунд вступил в эту идею, ему нужен был только Смоленск. Ему не нужно было ничего, ему нужен был Смоленск. И он сразу пообещал, что там этот царевич и православие примет, и, не знаю, гарем заведет, и на летающем коваре самолете прилетит. В общем, вся идея, вся идея, нет, вся идея, вот, когда начались переговоры, это я точно, я это серьезно читал, смотрел, это, вот, вся идея, когда начали муссировать с этим царевичем, идея была специально для того, чтобы переговоры привести к такому, вот, такой ситуации, чтобы кое-что под этот подшумок прихватить. Вот и вся идея в этом была. А то, что в 609 году началась осада Смоленска, которую возглавил сам король Сигизмунд. То есть, одновременно шла осада Смоленска и Троица Северо-Восточную Русь. И вот эти вот два оплота на Руси, они и не дали Руси упасть, потому что... Аначе бы эти в Москву сидим, ну, бы Смоленске потом в Москву пришел. Представляете, эти все грабят, они же все, грабили всю Северо-Восточную Русь. Ну, конечно, по Волге люди бежали куда? Вниз. Макроспийское море, Каяев. Вниз, через Нижний Новгород. То есть, вот это вот, по Волжье все знали, что происходит в стране. В Астрахань. Не просто же так, в Нижнем Новгороде люди вот так вот сказали, да сколько можно же людей русских... Ну да, да, да. Нет, они просто поняли, что их еще не разграбили. Да. И сейчас придут грабить. Граб к ним. Да, и нельзя сказать, что возобладали какие-то особо патриотические интересы. Сначала возобладал здравый смысл. Да. Просто здравый смысл, что никто не хотел там какую-то Москву защищать. Поверьте, новгородцам, Нижнему Новгороду, Москва была как луна. Им нужно было только, чтобы соблюдали порядок и собирали подать. И был государь, который бы защищал армией от набегов, чтобы они спокойно могли работать и торговать. Это очень... Да, да, да. Но ведь были люди и государственные. Но были и государственные люди. Потому что когда как раз зарождался вот этот национальный патриотизм в это время, и они сообразили, что придут грабить-то их следующих. И возьмут Новгород, и они не только лишатся своих богатств, и даже своих голов лишатся. И они не захотели туда пустить ни Лжедмитрия, не захотели туда ни поляков, никого. А пошли и сообразили, что нужно освободить Москву для чего? Для того, чтобы там посадить... Земский собор стал законным следствием всего этого. Чтобы посадить государя, который бы был в состоянии оборонять российские земли. Царь был не нужен. Нафига нужен царь? Вот задумайтесь. Зачем нужен царь? Как тряпка на балконе висит, болтаться, чтобы все видели. Нет, царь был нужен. Это средневековье, вы должны понять. Это средневековье. Царь, король нужен для того, чтобы оборонить территорию. Да, чтобы никакие не пришли, не грабили. Чтобы здесь могли благоденствовать, богатеть люди. И за это они были согласны платить подати. Государю, чтобы он их охранял оборону. А тут ничего, полный раздор. Тут грабят, тут грабят, тут убивают. Тут один пришел, тут другой пришел. Они поняли, если они не выбьют поляков из Москвы, ничего хорошего нижнему Новгороду не будет. Поэтому это была идея потом прийти, выпить поляков и решить вопрос законного государя. Совершенно верно. Но вначале еще на Рязани... Жаль, что это не стал ни Скопеншуйский, ни Пожарский. Давайте как-то чуть-чуть по порядку. Сначала организовали рязанцы первое ополчение. Мы не будем об этом, это слишком много времени. Это тот самый Прокопий Липунов и его брат Захар. И несколько человек Трубецкой, Иван Заруцкий, потом который с Мариной Мнишик убежал. Вот они организовали первое ополчение и пытались освободить Москву. Потому что после поражения, после того, как Скопина-Шуйского убили, произошла битва под Клушино и поляки вошли в Москву. Ее оккупировали. И сам этот... Ну тебе и свобода. Но еще важный момент скажу. Вечер Нижегородская приняла финансовый бюджет освобождения Москвы. На который выделены были... Потом, это я просто так... Для чего? Потом Москва выплачивала... Москва Нижнему Новому городу выплачивала все потраченные деньги на освобождение Москвы еще в течение 10 лет. И выплатила все до рубля. Ну, совершенно верно. Потому что историки отмечают, эти документы были сохранены, что когда Казьма Минин собирал это ополчение, он первое, что поставил, это финансовый вопрос. Да, бюджет. Потому что надо собирать ополчение и людям платить нормальные деньги. И кормить, и платить деньги. И вот это вот, когда они передвигались, потом пришли в Ярославль, там было несколько месяцев стояния в Ярославле. Они же не просто там стояли, они собирали со всех земель финансы, для того, чтобы двигаться дальше к Москве. И все очень серьезно к этому отнеслись. И дали денег, и все очень. Но, к сожалению, когда Москву освободили, вот это вот войско, оно быстренько рассыпалось. Деньги хочется. И поэтому участие Пожарского, Минина, и вот этих всех настоящих патриотов в соборе, в выборе царя, у них выбора не было. Не пустили. И поэтому к власти пришли люди, которые вот этой вот московской земли торговали и предавали, и продавали, кому хотели. Чиновники, торговавшие родной землей. В власть взяли Романовы, которые вот в этой всей ситуации были очень неприглядно выглядели. Они были, по сути, в гражданской этой войне врагами России. Конечно. И сыграли крайне негативную роль. Особенно в судьбе Лжедмитрия. Лжедмитрия первого, а потом... И второго. Ну, второго поменьше. Второй Лжедмитрий, он уже... Это немножко другие течения. А вот первый Лжедмитрий, они родили прямо, вскормили его грудью. И в конце концов, вот это окончание, после смерти Скопина-Шуйского, взятие поляками Москвы, их интриги, и больше всего потом уже при соборе. Вот и... Отстранение... Когда освобождение Москвы произошло, все это вот войско, оно быстро ушло. Остались казаки, Трубецкого... Ну, черминины пожарские, решились поддержки военных. И их потом быстренько затерли. Да, и затерли, и все. Да, просто затерли. Просто затерли. Хотя... Не решились отравить, или еще что-то могла бы быть, буча какая-нибудь. Не решились. Ну, тихо затерли. Тем более, они, понимаете, это интриганы московские, опытные. А эти какие-то увольни нижегородские... Во время собора его просто блокировали пожарство. Да, они пустили еще. Его просто окружили, блокировали, и не пустили. А он же был Рюрикович. Не пустили. Не пустили. Да, и все. По громче клячит, то было. Хотя ополчение, второе ополчение, двигались под знаменем, под гербом пожарских. Да. Не просто так. Человек понимал, что... Ну, Минин-то для этого и пожарский нужен был ему для этого, да, потому что он был князь. Ну, еще скажу, что очень такую духовную роль, ну, может, не роль, а вот такое духовное благословение всем этим делам давал старец, который подвязался в Борисоглебском селе. Значит, даже сам этот сам... Ну, в Борисоглебском монастыре, под Ростовом, который Борисоглебский монастырь, Иринарх, Господи, что я... Забыл, не помню. Иринарх, святой Иринарх. Да вы что? Даже Сапега приходил к нему в его келью, заходил. Просить благословения. Да, когда они грабили Итроица Сергея Владимировича. Ну, не знает, как-то мимо меня прошло. Да вы что? И вот Иринарх, даже Сапега сказал, не трогайте его, он святой. Ну, он испугался его, реально. Сейчас вот в Борисоглебском селе там стоит памятник Иринарху. Не знаете? И я про что? Даже с Ярославля Пожарский ходил к нему на благословение. Ну, это да. Мы говорили, что необходима была идеология. Идеология должна была, благословение надо было. Именно под то, что вот подвязавшийся вот этот старец Иринарх, он как бы вот таким духовным участием участвовал каким-то образом. Ну, получается просто духовная поддержка. В этом движении. А это же по Руси распространялось очень сильно. Ну, слух, конечно. Святой заторник Иринарх благословил Пожарского наслаждения. Зачем, например, Софья Палеолух придумала, что сам Сергий Радонежский вложил ей ребенка в очрево. Это же идея-то ходила-то как. Значит, это чуть не приемник византийских императоров. Ого-го! О чем потом Иван Грозный и играл. Что он, бабка его. Али-Алло. Борисоглебское село, Борисоглебское, это не Борисоглебск, который в Воронежской области, это село Борисоглебское. Я понял, это под Ростовом. Оно находится между Ростовом и Угличем. Я понял, я понял, уже сообразил. Но я не помню. Вот это было видно, как вот необходимость получить духовное благословение среди этого Ростова. Вот это надо отметить. Раз мы говорим, что Ростове Борисоглебское санкция. Хорошо. Ну, наверное, вот так мы не будем подробностями заниматься там, осадной битвы за Москву. А нет смысла, потому что это, если вы только где больше, мне кажется, наверное, даже про Бородино столько не говорят, сколько про смутное время, про штурм Москвы и прочее все остальное. Я бы еще, может быть, знаете, еще помянул? Может быть, ну, прямо меня вот этих Романовых трясет, вы видите, я прямо их трясу. Да нет, это правда, вы правы. Да. Дело в том, что была осада Ипатьевского монастыря. А, ну это да. Причем, осада Ипатьевского монастыря проводилась войсками как раз вот не польскими, а нашими. Почему? Потому что там засел большой друг митрополита, патриарха Филарета, архимандрит Феодосий, хороший друг тушенцев, поляков и всех. Ему даже Лисовский пытался помочь. Я про то, что вот какие-то там рассказы про Сусанина, который водил отряды Лисовского по лесам, знаете, ну они не имеют никаких вот вообще. Вот этот Ипатьевский монастырь штурмовали наши войска от того, чтобы выбить оттуда вот этих тушенцев. Понимаете? А Лисовцы им помогали. Как они, что им они там, какие там они дороги не знали, они там знали все лучше всех. Потому что у них там жил их друг архимандрит Феодосий, лучший друг Филарета, патриарха, отца будущего царя Михаила. Вот какие вещи происходили. Да, это было смутное время. А вот воевода Жеребцов Давыд Васильевич А я вам говорил про него с говорящей фамилией Жеребцов. Он не пришел просто так, а он пришел с Валуевым. Он участвовал в посаде с Григорием. Причем видите, он и Лавру по сути дела освобождал Жеребцов Давыд и с этим Сволуевым и потом в Ипатийский монастырь. монастырь еще освобождал от тушенцев. Понимаете? Он был Мангазейский воеводом, между прочим. Потому что он в Мангазее побыл воеводом, а потом пришел на Русь. Вот такие вот вещи. Ну ладно, на этом мы остановимся, закроем наш цикл второй и потом будем беседовать уже на тему романовской эпохи. Что последствия смутного времени и начала правления романовых. Последствия окончившегося сомнений. Спасибо тем, кто имел терпение нас послушать. Спасибо. Многие спрашивают, задают вопросы. Поэтому не ленитесь. Мы не претендуем на абсолютное знание какие-то, но по крайней мере взгляд с духовной стороны, с такой церковной на все происходящие события, я думаю, мы даем хорошее. Стараемся. Стараемся. Всего доброго. с наступающим Новым годом и Рождеством.